28 декабря. Сибирь. Дети лепят грязевиков. Уже две недели в Алтайском крае держатся плюсовые температуры. Снежный городок, построенный к Новому году в Рубцовске, теперь выглядит вот так. Вместо того, чтобы кататься с горок и фотографироваться у ледяных фигур, дети играют в шарады. Пытаются угадать, каким сказочным персонажем до потепления была та или другая снежная глыба. Развлекаться так ребятишкам осталось недолго. Ночью весь городок снесут, так решили местные власти. Вместо резных скульптур на площади появятся надувные. Я думаю, снежный лучше, потому что дети могут очищать и любоваться снежным городком. А надувной чем тебе не нравится? Потому что там фигуры могут лопаться, лопнуть или сдуться. Ощущений никаких не будет снега. Снежный городок в Барнауле посетителей тоже мало радует. Горки здесь закрыты, ледяные скульптуры огорожены. Находиться рядом с ними опасно. Подтаившие фигуры трескаются и обваливаются. Из соображений безопасности отключили и дополнительную подсветку. Из-за влаги могло произойти замыкание. Сносить городок, на строительство которого потратили больше двух миллионов рублей. Пока не будут. Дорожные службы, как вы знаете, работают практически в круглосуточном режиме. И поэтому при наступлении минусовых температур, устойчивых, я думаю, что это все-таки первые дни января, а там у нас еще городок будет существовать, то и горки, и возможные корректировки по фигурам, они будут сделаны обязательно, для того, чтобы дать возможность всем горожанам и гостям города поистине насладиться зимними праздниками. Что делать с праздничной площадкой, ушедшей под воду в Бийске, пока не решили. Если конструкции станут рыхлыми и шаткими, их, как в Рубцовске, готовы убрать совсем. Впрочем, если появится возможность восстановить скульптуры, как в Барнауле, это сделают. Все будет зависеть от погоды. Пока синоптики говорят, что морозы придут на Алтай не раньше Нового года. Маруся Загорска, Наши Новости.